Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркуриевна. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Ни дыма, ни огня. Информация о пожаре на мусорном полигоне у хутора «Красной» оказалась сложной. А вот в детской больнице были и огонь и дым. Там прошли учения по противопожарной безопасности. Поезд «Здоровье» сделал остановку в Анапском скейт-парке. Там открылась новая площадка для занятий воркаута. Городскую больницу посетили глава города-курорта Сергей Сергеев и избранный депутат Государственной думы Иван Демченко, который в российском парламенте теперь будет представлять интересы анапчан. Обошли территорию и корпуса, познакомились с возможностями лечебного учреждения и, главное, обсудили возможность реконструкции старого хирургического корпуса. Он был закрыт в 2008 году. Сегодня эти площади очень нужны лечебному учреждению. Заместитель главного врача по медицинской части Виктория Шматкова, встречая гостей, рассказывает, в больнице есть все необходимые для муниципального уровня подразделения и коллектив, который обеспечивает их работу. Нагрузка немаленькая. Бывают дни, когда учреждение принимает до 70 пациентов. Единовременно находиться в больнице могут 900 пациентов, 615 на круглосуточном лечении, остальные на дневном стационаре. Естественно, возникает вопрос укомплектованности кадрами. Сергей Павлович делится опытом. В нашем муниципалитете таких в крае единицы действуют меры социальной поддержки для медиков, которые приезжают в Анапу на работу. Наша задача – квартиры, жилье, материально-техническое обеспечение, то есть, чтобы были просторные помещения, чтобы они соответствовали нормам. Ну и еще там вот эти ряды. А внутренние позиции. Сергей Павлович, много нуждающихся врачей у нас в жилье? Ну, конечно, мы этим только можем привлечь. Вот мы что делаем сейчас? Мы заключаем трехстороннее соглашение, 9 месяцев, да? Или 10. Он, врач и я. И если врач, который приехал, прошел как бы свое, есть положение, но советом утверждено, прошел все нормы, и он нам подходит, мы ему приобретаем жилье. А на это время, если есть нуждаемость, мы ему платим за съем жилье. Но не все. Мы где-то 10 тысяч платим, а остальное, ну, хочешь жить в апартаментах. То есть, оплачет разумный подход. Оснащение хирургического отделения даже не на должном, на высоком уровне. Руководитель подразделения Артем Айропетян подчеркивает, все оборудование имеет практическое применение. Больница располагает возможностью делать срочные операции. Особенно это востребовано для пострадавших в ТТП. Сразу реаниматологи подключают аппаратуру контроля давления сердечно-сосудистой, дыхательной функции. Они занимаются как бы жизненно важными органами, мы занимаемся диагностикой. Тут работает мультидисциплинарная бригада травматолог-хирург-реаниматолог. Значит, быстренько оцениваем в течение пяти минут состояние, что нам нужно. Если он нетранспортабелен, если у него давление менее 80, если он нестабилен, значит, все делается на месте. Рентген, кузни, все здесь, операции в том числе здесь. Сергей Сергеев озвучивает еще одну важную проблему, на решение которой необходимы значительные средства. Нужна помощь Федерации. Речь о старом хирургическом корпусе. Это здание опустело в 2008 году, когда было построено новое. Простаивает, и это неправильно. На отремонтированных площадях можно развернуть первичное сосудистое отделение по всем нормам. Тогда больница обретет завершенный вид. Демченко обещает не оставить этот вопрос без внимания. В Анапе ликвидировали условный пожар в инфекционном отделении детской городской больницы. Учения максимально приблизили к реальности. Ранее произошло на втором этаже, на площади около 15 квадратных метров. Из здания больницы эвакуировали персонал лаборатории и 78 родителей с маленькими пациентами, которые уже практически здоровы. Как говорят взрослые, получилась своеобразная прогулка. Через запасной выход объявили, загудела, пошли. Этот мальчик играет роль пострадавшего пациента, который не смог выбраться самостоятельно. Его обнаружили и эвакуировали пожарные. Специальная техника прибыла на место, уложившись в положенное по нормативам 10 минут. Примерно столько же заняло тушение пожара. Всего в учениях задействовали 12 человек и 5 автомобилей различного назначения. Задача – отработать действия пожарных, работу городских служб и персонала больницы. Обязанности персонала распределены четко. Начиная от санитарок, которые при возникновении данных ситуаций берут на себя обязанности первых сотрудников пожаротушения. Это разворачивание гидрантов, что было сегодня также осуществлено. Медсестры занимаются эвакуацией. Заведующие подразделениями координируют эти действия. Данные мероприятия были проведены успешно. В целом, задачи справились на хорошо. Взаимодействие всех и дежурно-диспетчерских служб, и служб по ликвидации данной ситуации оценивается на отлично. Раструб направляешь на очаг и сжимай. И все. Отходи, да? Еще раз. Еще немного практики. Руководство и учреждения говорят, что такие учения нужно проводить регулярно, чтобы не притуплялась бдительность. А вот жалобы на дым от якобы горящего полигона у хутора Красной не подтвердились. Излишне бдительные граждане на этой неделе активно тиражировали эту информацию, не убедившись в ее достоверности. Как обстоят дела на самом деле в нашем материале? Есть ли жизнь после пожарища? Полигон твердых бытовых отходов, закрытый по решению суда, и после июльского поджога продолжает будоражить город слухами. По сарафанному радио передают, свалка горит и дымит. Мы верим глазам своим, ни дыма, ни огня. Поручение главы Анапы установить круглосуточное наблюдение за этой территорией выполняется по сей день. Каждые три часа объезд. Круглосуточно дежурит техника, то есть круглосуточно у нас экскаваторщики дежурят. Раз в три часа у нас служба контроля обходит полигон. Горения у нас уже давно нет на полигоне. У нас полигон, опять же, повторюсь, после того, как его закрыли, его пересыпали полигон. То есть мусора там нет на полигоне. Горения тоже, естественно, не может быть. Когда полигон подожгли, с огнем боролись, пересыпая свалку грунтом. Тогда ушло больше 25 тысяч кубов. Запас есть и сегодня. После дождей бывает, где-то земля проседает, осыпается, отвалы большие. То есть сразу мы это все локализуем. Вот для этого мы специально завозим грунт, сюда высыпаем, чтобы он у нас был в резерве. Бытовые отходы здесь уже не утилизируют. Но на территорию приходят мусоровозы. На это есть соответствующее разрешение. Содержимое городской спецтехники перегружают в тонары для отправки в Абинск. В среднем ежедневно уходят по 15 тонаров, 150 тонн мусора. Аквакристалл закупил новые КамАЗы, мультилифты с прицепами, чтобы делать меньше рейсов к соседям. В Анапе продолжается прививочная кампания против гриппа. Медики говорят, чтобы не допустить в осенне-зимний период эпидемиологической вспышки, необходимо привить не менее 40% населения. Также немаловажно получить вакцину заблаговременно, чтобы организм успел выработать иммунитет к болезни. На сегодняшний день в Анапе уже привито 22 тысячи человек взрослого населения и 18 тысяч детей. Вакцинация продолжится до 15 ноября. В управлении здравоохранения Анапа отмечают, что с каждым годом желающих получить защиту от гриппа становится больше. Хоть прививка и не дает 100% гарантии избежать болезни, зато гарантирует ее более легкое течение. А это самое главное. Ведь, как показал опыт прошлого года, не так страшен сам грипп, как его осложнение, вплоть до летального исхода. Впрочем, в Анапе ситуация как по гриппу, так и по другим сезонным заболеваниям под контролем. Сегодня мы не регистрируем подъема ОРВИ еще. Пока что за неделю, вы знаете, что мы ведем мониторинг заболеваемости, как кишечный в летний период, так и остро-респираторных вирусных инфекций. Всего 4 случая ОРВИ за прошлую неделю зарегистрировано. А за август месяц мы зарегистрировали 17 случаев гриппа. Мы пока не регистрируем и не видим. Но уже в средней полосе этот сезон начинается подъема заболеваемости. Он осложнен тем, что похолодание наступало. И, конечно же, к нам приезжают со всей России, которые могут завести нам грипп однозначно. Что нужно делать? Однозначно единственный способ, который для предупреждения заболеваемости и для предупреждения осложнений, это вакцинация. Вакцинация начата. Мы ежегодно вакцинируем где-то 40% населения, это 60 тысяч. В этом году, учитывая тяжесть заболевания, учитывая летальность от гриппа, от пневмонии, которые служат осложнением после гриппа и ОРВИ, мы планируем совместно с здравоохранением привить 90 тысяч населения города-курорта Анапы. Это практически 50%. И вы должны принять в этом самое активное участие. В Анапу прибыл поезд «Здоровье». Так называется краевая программа по павляризации дворовых видов спорта. На территории скейт-парка открыли площадку для занятий уличной гимнастикой, воркаутом. Там прошел отборочный тур краевого турнира. Место для нового комплекса выбрано не случайно. В этом районе всегда много молодежи. Это воркаут-фристайл. Каждому дается по полторы минуты. За это время можно исполнить любую комбинацию элементов. Николай из Гастагаевской. Ему 15. Воркаутом занимается два года. Начал потому, что некоторое время жил в месте, где не было быстрого интернета. Сейчас использует глобальную сеть для связи с единомышленниками и поиска интересных упражнений. А занятия стали неотъемлемой частью жизни. Краевые и городские власти в целом за такую своеобразную зависимость, как альтернативу вредным привычкам. В регионе сделали серьезную ставку именно на уличные виды спорта, в том числе из-за их доступности. Данное мероприятие является именно показателем в том, что у нас дворовой спорт движется, развивается, ставятся площадки. Это доступный спорт. И сегодня у нас здесь есть наши анапские дворовые спортсмены. Мы позвали друзей из города Темрюка. В Анапе и сельских населенных пунктах действует 14 подобных площадок. Постоянно появляются новые. Их закупают и устанавливают как на бюджетное средство, так и на деньги спонсоров. Этот комплекс на территории скейт-парка. Если прийти сюда утром, то всегда здесь можно найти любителей спорта, любителей такого силового спорта. И это место, я говорю, очень удобное в городе. Оно доступное для всех. Очень хорошая здесь приятная атмосфера, потому что парковая зона. Здесь прогуливают, сюда заглядывают у нас много в курортный сезон. И кто приезжает в город, нам отдыхать. Открытие новой площадки приурочили к приезду в Анапу поезда здоровья. Краевой программы по популяризации физкультуры и спорта. Здесь же прошли отборочные соревнования по воркауту. Помимо фристайла, в программе троеборья из классических упражнений, брусья, отжимания, подтягивания. По три победителя представят город на соревнованиях в Краснодаре. У анапчан серьезные виды на призовые места. Иван Харли считает, что воркаут вполне себе прикладной вид спорта. Саморазвитие. Тренирую физическую силу и силу духовносливость. То есть, если я буду работать где-нибудь, где нужны физические нагрузки, то мне это поможет. На скейтпарк прикрепляют таблички, которые сообщают о том, что площадка временно закрывается. В ближайшие дни здесь будут устанавливать новое оборудование для любителей скейтборда и роликовых коньков. Таким образом, площадка станет многопрофильной, а значит еще более популярной. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Звоните 48 300.